Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Я ещё работаю с детства РКПА. Номер моего телефона 8 920 517 4817. Давайте попробуем поработать с преобразователем частоты Vesper. Вот у нас схема подключения преобразователя частоты Vesper. Давайте реализуем три фиксированные скорости. Вот у нас на схеме, вот у нас ком общий провод и поднимаемся. Вот скорость 3 у нас будет через клемму S5, скорость 2 через клемму S4, скорость 1 через клемму S3. А вот вперёд стоп, назад стоп у нас будет через клемму S1, S2. Вот по такой схеме мы подключим наш преобразователь частоты. Далее, обратите внимание, вот здесь эта схема, когда у нас общий ком коммутируется с клеммами S1, S2, S3, S4, S5 будет работать только в этом случае, когда вот этот переключатель, вот этот переключатель будет стоять в положении NPN. Вот допустим, давайте нажмём кнопку, у нас двигатель начинает разгоняться, преобразователь частоты набирает заданную скорость. Отпускаем, он у нас плавно останавливается. Вот если мы сейчас переместим этот флажочек в положение PNP и попытаемся нажать кнопку, преобразователь частоты не запустится. В этом положении он будет запускаться по другой схеме. Сейчас его возвращаем, ставим NPN и преобразователь частоты снова начинает работать. Вот он разгоняется. Давайте посмотрим инструкцию по эксплуатации. Так вот у нас инструкция по программированию. И вот смотрим, здесь у нас можно программировать многофункциональные входы. Вот у нас по умолчанию вход S1 будет три нуля, это команда вперёд стоп. И давайте запрограммируем фиксированные скорости. Вот у нас клемма S3. Многофункциональный вход S3 у нас 0.02 по умолчанию стоит заводская установка. Заводская установка 0.02 это у нас фиксированная скорость S1. Или фиксированная скорость первая. Давайте проверим. Так, вот многофункциональный вход у нас будет в параметр S3, параметр 5.02. У нас там будет стоять заводская установка 0.02. 3.02. Входим в режим программирования PROC. Делаем переход. Здесь у нас будет пятёрочка. Пятёрочка, снова переход. И здесь у нас 5.02. Вот вход. Здесь у нас стоит заводская установка 2. Это означает, что клемма S3 у нас будет... Снова выйдем из режима программирования. Выходим. Клемма S3 у нас будет фиксированная скорость 1. Вот также у нас здесь указано, как задавать фиксированную скорость. Вот допустим, фиксированная скорость 1 у нас будет в параметре вот в скобках 6.02. Давайте войдём в режим программирования. Режим программирования. Делаем переход. Переход. 6. Ещё раз переход. 6.02. Ввод. У нас фиксированная скорость первая 20 Гц. Ну давайте поставим её 10, поменьше немножечко. Ввод. Запоминаю значение. И теперь вот смотрим фиксированная скорость. Фиксированная скорость 3. У нас будет параметр 6.03. Входим в параметр 6.03. Ввод. И делаем фиксированную скорость 40 Гц. Переход. 40 Гц. Ввод. И фиксированная скорость 4. Третья фиксированная скорость у нас будет 6.03. И фиксированная скорость 3 будет 6.05. параметр. Входим в параметр 6.05. Вот. И сделаем 50 Гц. Переход, переход, переход. 50 Гц. Вот. Уходим из режима программирования. Теперь смотрим как это работает. Нажимаем первую кнопку. У нас высвечивается фиксированная скорость 10 Гц. Вторую кнопку. Фиксированная скорость 40 Гц. Третью кнопку. Фиксированная скорость 50 Гц. Запускаем двигатель. Нажимаем кнопку вперед. И первую фиксированную скорость. Вот у нас частота 10 Гц. Теперь нажимаем вторую скорость. Частота 40 Гц. И нажимаем третью скорость. Кнопку отпустил. Нажимаем третью скорость. Вот третья скорость. Фиксированная частота 50 Гц. При нажатии другой кнопки направление вращения меняется. И сгадываем на вторую скорость. И пускаем. Так. Так.